20 июля среда, рекомендации и прогноз. И это благоприятный день для косметических процедур. Гексограмма дня уже конец. Призывает к тому, чтобы довершить все дела, намеченные на сегодня. Полностью или в основной части. Для этого, прежде всего, не надо входить в споры и конфликты. Хотя обстоятельства могут вас в это втягивать. Лучше взаимодействовать на дружеских началах, включая того, что это день Меркурия. Это может быть очень актуально, потому что Меркурий – это планета дружбы. А если противоположная сторона не хочет вас слышать, то идите своим путем и не навязывайте свою позицию. Именно так вы сохраните удачу и работоспособность и доведете начатое дело до конца. По дизайну человека солнышко находится в 56.2. Радушие – дар улучшать свой мир и верить в себя. Реализуем через 60.2 в падении. Находить преимущества, понимать, когда ограничения не нужны. Достаточно позитивно получается. Также дизайн человека говорит о том, что Марс находится в 55.4 в падении. Это говорит о том, что тема драмы может быть сопутствована. Кто-то может кого-то попытаться спровоцировать на эту драму, в результате чего может возникнуть травма отверженности. Или в даре – это продажа от сердца к сердцу. То есть тут ситуация может разворачиваться совершенно по-разному, в зависимости от того, кто на каких энергиях. В негативе, если человек, если такой уходит в травму, его могут туда еще сильнее загнать. И в итоге человек может уйти в снежную королеву. Это такой образ, когда никого к себе не подпускаешь, никого не любишь. И нужно растапливать свое сердце сначала любовью к самому себе. То есть косметические процедуры, которые благоприятны для этого дня, это одна из упай для этого состояния. Если на позитивных вибрациях, то в момент провокации может случиться такая эмоциональная волна, которая поднимет настроение. И в итоге кому-то что-то получится продать, кому-то что-то захочется купить. Продажа от сердца к сердцу, возможно даже за донейшн. Также дизайн дает посыл, если вы ищете совершенства в переходных ситуациях, окружающим будет сложно почувствовать, что их оценили по достоинству. Достигнув понимания сущего, вы становитесь учителем учителей. Может возникнуть понимание, что учиться больше нечему. Я и так уже все знаю, что дальше делать. Вы понимаете, что перемены происходят к лучшему, но неохотно отпускаете свои старые эмоции. Вы используете воображение, чтобы выйти из кризисной ситуации и помочь окружающим. Нерешительность и скованность из-за того, что вы свыклись с ограничениями. Для выгула 60-й тени есть одно замечательное упражнение. Если вы чувствуете, что вас везде окружают какие-то ограничения, закройтесь в шкафу и посидите там полчаса. Испытайте это ощущение ограничений. Или, если у вас есть какие-нибудь подспутные люди, можете попросить их привязать себя к стулу. Я на самом деле без шуток. Нужно испытать каким-то образом эти ограничения для того, чтобы выпустить эту энергию. При этом оппозиция Плутона и Солнца, о чем я говорила вчера. Ну и в целом, мутируя, не боимся перемен, представляем, что мы та самая личинка в коконе, которая скоро вылупится и полетит. Вот. Заканчиваем то, что начали. Не ждем, а именно что-то делаем. Может быть, отвлекаемся от того, чтобы не ждать, для того, чтобы что-то сделать еще. Концентрируемся. Успокаиваем гуляющий ум с помощью вдыхания, с помощью молитвы, с помощью практик концентрации. То, что я часто говорю. Листочек, на котором можно печатать кружочек и смотреть на него минут 15-20. Молитвы, мантры, они тоже направлены на фокус внимания. Поэтому все вместе помогает концентрация. Не жалуемся на жизнь, а делимся историями и своим опытом для того, чтобы кому-то помочь. Любая история, рассказанная вами, может кому-то помочь. Или кто-то вам может рассказать какую-то историю, которая поможет вам. Интегрируем внутри себя индивидуальное знание. Стремимся к состраданию. Доверяем потоку жизни. Если заблудились, можно сесть на любой незнакомый автобус и уехать далеко-далеко. Для того, чтобы потеряться, а потом снова найтись. И вы можете посмотреть видео про канал 360, который я недавно загрузила. В интерпретации Четана Паркина. И это среда, день Меркурия. При этом Меркурий находится в раке, что говорит о том, что Меркурий, отвечающий за достаточно практичные вещи, уходит на второй план, потому что он находится в достаточно эмоциональном знаке. Рак – это вода. Вода – это эмоции. Может быть, большая впечатлительность в связи с этим. Чем всю информацию возможно пропускать через себя и проживать ее очень эмоционально. Более эмоционально, чем обычно. Поэтому тут двойной момент на медитации, на водные процедуры даже уже можно добавить. Особенно с руками. Подумайте, что вы можете сделать руками, чтобы это было связано с водой. Это будет максимально благоприятно. Зато слово «друг» – когда нужно кого-то утешить или послушать о наболевшем. Таким образом, наш ментальный мир будет очищаться, возможно, иногда через слезы. Это даже можно таким образом проиграть, если встретились две подруги или встретились родители с детьми, о чем-то поговорили, прям прорюдались. Тоже так можно сделать. Будет очищение. При чрезмерном напряжении ума может появиться рассеянность, поэтому стараемся не перегружать ум. Вполне возможно, не самый благоприятный период для того, чтобы начинать какие-то обучения. Важно успокаивать ум, концентрироваться с помощью дыхательных техник или ритмических практик. Музыка, пение, спорт, цифры или танцы. Танцы – это больше по Венере, но Меркурий в женском знаке. Может быть, и танцевать тоже захочет. Важно не принимать все близко к сердцу. И при этом сам Меркурий находится 56.6 в экзальтации. Он находится рядом с солнышком. Но в ваших убеждениях отражается постоянно меняющаяся реальность. И это проявляется в вашей манере говорить. Говорить в любом случае будет хотеться много. Может быть, кому-то это может напоминать период ретроградности Меркурия. При этом Меркурий – созвездие Пушья, который помогает в борьбе с врагами и управляющее божество Брихаспати. Брихаспати – это другое имя Юпитера. Юпитер дает на все благо. Хорошие занятия в коммерческой деятельности, направленные на создание и поддержание гармонии в семье. Это быстрое, легкое, божественное, но при этом воинственное Накшатра. Наше мышление направлено на то, чтобы приносить пользу. Эта Накшатра способствует расцвету и исполнению желаний, если действие не носит разрушительный характер. Но важно не чрезмерно себя истощать. Вот этой вот помощью не отдавать последнюю, не отдавать последнюю рубашку, не отдавать последнюю кислородную маску, помогая всем и каждому. Луна находится в созвездии Ашвени, которая благоприятна для всех типов начинаний и инициатив, для изучения чего-либо, целительства, омоложения, занятия физическими упражнениями, строительства храмов, установки алтарей, культуру, скультурных изображений. Улучшение внешности, уход за волосами, в том числе и стрижка. Но тут лучше полежать в ванне, сделать какую-нибудь масочку для лица, намазать себя всеми баночками из ванной и кайфовать от этого. Тогда мы будем успокаиваться. Благоприятные деятельности, связанные с лошадьми, кто умеет на них кататься, кто любит их кормить, кто их может содержать. В том числе и благотворительность, направленная по уходу с лошадьми. Также по поводу благотворительности у нас тема, связанная с какими-то обучающимися людьми, студенты, учебные заведения, школьники. Помогать им. Можно дарить книги в этот день, делиться информацией. Продажа, покупка, совершение путешествия, починка, транспортные средства, различных механизмов. Это как про лошадь, продолжение на современный лад. Также благоприятного саживания семян на диване, новой одежды и украшений. Изучение астрологии, оккультных и спиритических наук. Некоторые курсы говорят о том, что по определенным положениям можно посмотреть, может ли человек видеть духов или вызывать духов, если у него есть конкретно 4 разные позиции. Но это смотрится только при точном времени рождения. В целом меня, конечно, такая небольшая жуть взяла на это дело. И не так много людей, которые знают точное время рождения на самом деле. Также благоприятна смена имени на новое. Мне благоприятно в этот день заключать брак. Любая деятельность, требующая терпения и настойчивости, сексуальная активность. Деятельность тяжелая в эмоциональном плане. В завершение чего бы то ни было, потому что луна начинает новый цикл Накшатр. И Ашвини самая первая, самая быстрая, самая любопытная Накшатра, которой все время хочется что-то начинать. Именно поэтому проживать это наоборот не рекомендуется. И у нас 22 лунные сутки. Найдите свое предназначение. Делайте то, что приносит вам радость. Вносите радость во все, что вы делаете. Этот день очень хорош для получения новых знаний, в том числе для доступа к высшим истинам. Интеллект обостряется в этот день и улучшается память. Знания усваиваются очень хорошо. Возможны прозрения, понимание новых и важных для себя вещей. Это хорошее время для поиска новых идей любой области. Если есть какие-то проблемы, обдумайте их именно сегодня. Решения обязательно придут. Причем это будут лучшие всех возможных решений. В этот день также трудности и неприятности. Вы можете обернуть себя живо благо, так как легко будет трансформировать энергии препятствий в позитивное, конструктивное, созидательное русло. Творческие способности сегодня обостряются как никогда. Примените их на практике и не прогадайте. Экспериментируйте. Пробуйте делать что-то новое для себя, пробудившиеся в этот день возможности. И найденные идеи способны служить вам еще не один год. Естественно, при условии, что вы направите все на благо, свое собственное или на благо других людей. И луна находится в овне. Аффирмация такая. Я расстаюсь с раздражением, отравляющим мою душу. Я направляю всю силу своего гнева в конструктивное русло. И я достигаю цели без напряжения и без потери душевного равновесия. И у меня достаточно сил, чтобы добиться всего, чего я желаю. И в качестве зрительного образа можно представить красный огненный шар. И у нас прям очень красивая картинка собралась, которая говорит о том, что этот день, когда никакие враги не страшны, все силы есть, придут какие-то инсайты, и можно рассказывать кому-то какие-то позитивные истории. По поводу не связанных с энергией Меркурия очень важно следить за чистотой речи, не говорить лишнего. Стараться делиться информацией, которая может быть полезна какому-то человеку, которая может поднять самооценку, например, которая может пригодиться, которую человек может применять. И особая уверенность в том, что он будет это делать. И по традиции я желаю, чтобы этот день прошел у вас в радости, легкости и великолепии.